Аня, ну как? Уже сделала, перекидываю. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Так, товарищи, ну что, готовы к бою? Мы всегда готовы. Пойду за грошу. Молодец. Что у тебя? Еще пару минут. Быстрее, Аня, заказчик ждать не будет. Аня, ты долго еще за него работу будешь делать? Да ничего не умеет. Да ладно тебе, он талантливый, просто в нашей системе не освоился еще. Ну да, ну да. Ой-ой-ой. Все нормально? Да, просто нервы, наверное. Аня, мы Валерия Петрович ждет. Да, иду. Виталик, ну это выглядит очень убедительно. Дизайн современный, компактный, начинка просто отличная. Да это хорошие микросхемы. Спасибо. Раньше у нас только Аня такие делала. А мы дизайн вместе разрабатывали. Но Виталик сделал очень много хороших предложений. Да? Ну что ж, отличная командная работа. Завтра с утра презентуем проект заказчику. И если у нас будет оптовый заказ, можете рассчитывать на хорошую премию. Спасибо. Ну и как это понимать, деточка? Чего молчишь? Вы о чем с мужем думали? Я правда не знаю, как так получилось. Не знает она. А мне что прикажешь? Тебе рожать нельзя. Твое сердце не выдержит. Может, есть какой-то шанс? Да какой там шанс? Срок небольшой. Ладно. Вот, держи. Примешь сегодня перед сном, через пару дней придешь на прием. Лидия Петровна, ну это же ребенок. Даже не вздумай. Примешь сегодня перед сном. Я за это нести ответственность не буду. Ступай. До свидания. До свидания. До свидания. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится в недонадельности. Это вам. Спасибо. Извините, она у меня такая общительная. Все в порядке, мне очень приятно. Вероник, пойдем. Может быть, мы еще погуляем? Мам, где-то в правде собирать все цветочки. Ну, давай немножко еще погуляем. Анечка, твой любимый. Сейчас. Ложечка, хлебушек. Кушай. Ну, рассказывай. Да нечего особо рассказывать. Ну, сегодня на работе проект защитили. Завтра будем заказчикам презентовать. Ой, совсем забыла. Я тут прибиралась сегодня. Ой, посмотри, что нашла. Ищи-ка, Словакия еще. Глянь, какое качество. От Антошки осталось. Ни разу не надеванное. Он рос, богатырь, так быстро. Ага, посмотри, какая распашонка хорошенькая. Вам уже сообщили, да? Лидия Петровна позвонила. Я случайно упаковку от теста нашла, когда мусор выбрасывала. А потом уже Лида позвонила, сказала, что вот невестка сегодня заходила. Ну, раз вы все уже знаете. Ну, я хотела от тебя услышать. Значит, ждем прибавления. Лидия Петровна сказала только аборт. Сердце не выдержит. Так что... Как же? Бог дал ребенка. Бог даст здоровье. И все остальное. Анастасия Сергеевна, очень вкусно, но просто что-то совсем аппетита нет. Пойду пока, ладно? Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Доброе утро, Аня. Доброе утро. Вы представляете, проспала. Будильник, наверное, забыла поставить. Так это я его отключила, чтобы ты выспалась. Только-только вот хотела тебя разбудить. Вот, на сегодня я тебя погладила. Идем, завтракай. И давай поторапливайся, а то на прием опоздаешь. Анастасия Сергеевна, я тут подумала, мне все-таки на работу надо. И речи быть не может. Мне таких трудов стоило окошко для тебя найти. Садись. Ну, никаких «но». Сначала к врачу, а потом все остальное. Антон писал? Нет. Анастасия Сергеевна, может, с собой заберу? Да что ж это такое? Вот села и поела. Садись, говорю. Ну, чтобы все съела мне. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Настя, слушаю. Володь, есть минутка? Что-то случилось? Эээ, скажи мне, Антон совсем не появляется дома. Других бортпроводников, что ли, нет? Рейс за рейсом. У него вообще-то семья. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Вчера в обед Антон уехал домой. То есть как? Ну, говорю, как ездят, там уж сами разбирайтесь. Почему он не ночует дома? Ну, я уж разберусь. Можно бардак мороженого? Какой бардак? Понимаете... Где ты видишь бардак? Здесь выкладка, все как полагается, по правилам на витрине. Где какой бардак? Бардак? Стакан. Не-не-не, стакан. 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 По-турецки бардак называется. Такой турецкий. Извините, мне кажется, мужчина хочет стаканчик мороженого. Именно, именно так. Русский язык забыл, а давно в России не было. Вам шоколадное или ванильное? Шоколадное. Благодарю. Ну, так так бы и показывал бы на картинку, а то сразу ругаться. Бардак, бардак. И на странице. Ладно, держи. О, не-не-не, по карте не принимаем. Как не принимаете? Не принимаем. Не надо, что вы. Ничего, вот, возьмите. Возьмите. Ваш бардак. Спасибо. Буду должна вам. Буду должен. Буду должен. Ничего не нужно. У вас самые вкусные мороженые в мире. Часто здесь бываете? Самый вкусный. Иногда. Да. Я учился в России. А. Потом в Америке. А практику веду дома. В Турции. У нас сегодня симпозиум. Подождите. Это что, вы? Не похож, да? Или похож. На фотографиях не получается. А вы тоже врач? Нет, я на прием. Тогда желаю удачи. Спасибо еще раз за мороженое. Бардак. У вас способности к турецкому языку. Да. Господин Джемаль, мы вас ждем. Да. Ну что ж, из хорошего. Ситуация у вас последние два года стабильная. Ухудшений нет. Значит, можно попробовать родить? Попробовать. Беременность и роды дают большую нагрузку на организм. В том числе и на сердечную мышцу. С вашим диагнозом риски слишком велики. Но вы же сами сказали, что ситуация стабильная. Ухудшений нет. Значит, есть какой-то шанс? Я врач. Я должен лечить людей, а не подвергать их жизни смертельной опасности. Я чувствую, что этот ребенок должен родиться. Мне очень жаль. Искренне. Доктор, пожалуйста, давайте сделаем хоть что-нибудь. Что угодно. Я не могу убить ребенка. Пожалуйста. Ну, не скромничайте. Это прорыв в области лечения сердечной недостаточности. У вас золотые руки. Я буду рад передать свои навыки и опыт вашим врачам. Мой ассистент сделал записи операций. Вы сможете их изучить. А где можно найти воду? Пойдемте, я покажу. Спасибо. Антон, я считаю, я имею право знать, где по ночам шляется мой сын и почему его нет дома. Мам, отстань. У меня были дела. Господи, какие у тебя могут быть дела? Я устал. Я хотел отдохнуть с друзьями. Хотел. Я, может быть, в жизни тоже многого чего хочу. Чтоб этого больше не повторялось. Ты меня понял? Господи ты, боже мой. Кого я вырастила? Что выросла, то выросла. Нет, мы не закончили разговор. Разговор окончен. Нет, пусти меня. Это мой дом. И я сама решу, когда мы закончили разговор. Твой дом? Хорошо. Хорошо. Ты что, опять копалась? Влаженое положила. Сколько раз я просил тебя не трогать мои вещи. А ты куда это собираешься? Ухожу. Из твоего дома. Антон, не выдумывай. Я все равно тебя никуда не пущу. Хватит, хватит, мама. Мне уже не пять лет. Я свободный человек. Свободный? А кольцо на пальце тебе ничего не говорит? Это же ты так хотела, чтобы ты быстрее молодел. Чтобы женился на хорошей девочке. Мама, открой дверь. Я ее сейчас выбью. Давай, сынок, ломай, круши. На твои же деньги ремонт делся. Давай, ломай. Я сейчас выбью дверь эту, ну! Пусти, я тебе говорю. Маша, все в переговорке? Да, тебя только ждут. Да, и самое важное. Забыл сказать. Модель уникальная. Не только для гражданской авиации, но и при небольших модификациях подходит под любое сложное бортовое управление. Браво! Простите, как вас? Виталий Разин. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Виталий с нами недавно, но дело знает все хорошо. В случае успешной сдачи проекта я ему обещал должность руководителя отдела. В таком случае я поздравляю вас с новой должностью. Тогда, ну, прошу ко мне в кабинет. Там обсудим условия нашего договора. Прошу, спрошу. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Начальник отдела. На самом деле это место должно быть твоим. Сколько лет ты уже здесь работаешь? Да ну что ты, я все равно презентовать как-то не умею. Да и какая разница, кто из нас начальник? Мы же команда. Ой, извини. Дома что-то случилось. Как не вовремя. Слушай, а у нас тут по плану только фуршет остался. Ты иди, я тебя прикрою. Спасибо, Виталик. До встречи. Да пусти меня! Я не пущу тебя! Ты чего добиваешься? Поиздеваться над матерью, да? Надо было мне сразу это сделать. Пусти меня! Думаешь, Сверидов после этого распределит тебя в пилоты? Ага, сказки. Он мне каждый год это обещает. А он что? Стойте! Да что случилось? А вон гляди, чего учудил. Две из петель снес. Из дома собрался уходить. Антош, Антон, ты чего? Чего? Спроси у матери. Антон, не выдумывай. Здесь твой дом. Ну куда ты пойдешь, сынок? Конечно, Антон, подожди. Это же мама, она не желает тебе зла. Спелись. Вот, живите тогда вдвоем, если вам так хорошо вместе. Антон! Антон! Подожди! Да не беги ты за ним. Вернется, как миленький. Так, что у вас случилось? Да как всегда. Надумал себе, не пойми что. Надо ты-то как? Как к врачу сходила? Чего решили-то? Ты ничего пока… Анастасия Сергеевна, таблетка лежала, найти не могу. Не видели? Ну так я ее выбросила. А зачем она тебя? Как? Ань, мы договорились. Будешь рожать. Мы со всем справимся. Доктор Лилдыс? Да. Как хорошо, что вы еще здесь. Ко мне сегодня пациентка приходила. Случай сложный. Сердечная недостаточность, при этом забеременела, очень хочет родить. Знаю, что без кардиостимулятора невозможно. Покой не дает эту историю. Дайте посмотрю. Буквально на прошлой неделе вышел один аппарат Н3-7. Новое поколение кардиостимуляторов. Операцию проходят под местным наркозом. Аппарат можно ставить на ранних сроках беременности. Какой у нее срок? Несколько недель. Отлично. Аналогичный случай уже был на фазе клинических исследований аппарата. Женщина недавно родила. Это действительно шанс. Не стопроцентный, конечно. Организмы у всех разные. Это не дешево. Если пациентка хочет рожать, звоните. Если все согласуете, я дистанционно смогу проконтролировать ход операции. Не пора. Дисанторяна… Да. А что? Вы что, серьёзно? Господи, да это же просто чудо какое-то! Спасибо! Да, да, хорошо! Спасибо вам большое! Анастасия Сергеевна! Анастасия Сергеевна! Что случилось? Разрешили? Я же говорила! Девочка моя! Я же говорила тебе! Валерий Петрович, можно? Анечка, заходи, заходи. Чем обязан? Я по поводу премии. Просто мне сейчас очень деньги нужны. Ну, Ань, премия Виталику полагается. Я же обещал за результат. И потому он так бодро провёл презентацию. Да, но мы же вместе над презентацией работали. Хорошо, скажу как есть. Виталик очень ценный работник для меня. А его уже пытаются переманить. Поэтому я сделаю всё, чтобы у него была мотивация работать с нами. Поняла. О, ну ты в следующий раз лучше старайся. Хорошо. Аня, это тебе. Спасибо. Кстати, Аня, заказчик заинтересовался модификацией портовых компьютеров. Нужно подготовить несколько вариантов. Я, если честно, удивилась, что ты сказал об этом на презентации. Мы вроде не обсуждали. И что? Ты что не сможешь делать? Ты же гений, Ань. Просто даже если внешне они будут похожи, всю начинку придётся менять. Вот. Ты уже знаешь, как решить эту задачу. Я очень в тебя верю. Ань, ты почему ему не отказала? Ну, он теперь начальник. Колпаков за него держится. Говорит, переманить хотели. Скорее всего, он сам это выдумал. Хитрый. Ладно, как ты себя чувствуешь? Выглядишь неважно. Давай позже обсудим. Работы много. Ну, ладно. Привет. Привет. Добрый день. Что желаете? Двойной эспрессо с виски, пожалуйста. Прошу. Антон, ты чего? Ты же не пьешь. Ну все, Аня. Я теперь свободен. Могу делать все, что хочу. Ты чего хотела? Ну, ты ушел, ничего не объяснил. Да, вы поругались с Анастасией Сергеевной. Ну, наши-то отношения тут при чем? А при том. Давай расскажи. Пожалуйста. Спасибо. При том, мать. Наша с тобой мать поженила. Наш с тобой брак – это ее идея. Ты для меня часть тюремного заключения. Кто такое говоришь, Антоша? Хоть называть меня Антошей. Что, малолетка, что ли? Ну, признайся. Себе, мне. Скажи честно. Мы с тобой не любим друг друга. Анто. Пока. У нас будет ребенок. Ты чего, какой ребенок? Тебе же нельзя. Ну, так вышло, и я решила, что буду рожать. Это вы с матерью специально для меня сочинили, да? Анто, это правда. Да, нужно будет сделать операцию, и она стоит денег. Я думала… Хватит, Ань. Совсем с катушек съехали обе. Домой я не вернусь. Даже не пытайтесь. И что он сказал? Что домой не вернется. Да что это с ним такое происходит? Вот поганец, а? Вот позвоню сейчас Сверидову и скажу, чтоб волил этого негодяя. Пожалуйста, не надо. А может точно? Как это я раньше не догадалась? Он же все это и выдумал для этого. Что выдумал? Не переживай, деточка. Я все решу. Он еще убеждает меня в том, что он вырос. Вот каким был в пять лет, таким и остался. Ты знаешь, сколько он в детстве из дома убегал? Ну, я рассказывала тебе уже. А еще он сказал, что не любит меня. Ну, как можно тебя не любить, а? Все равно лучше тебя никого не найдет. Все равно денег на операцию у меня нет. А, премию отдали другому сотруднику. Точно. Сейчас. Сейчас. Тут на все хватит. Бери. Ну, это же все ваше. Это все наше. Ой, и умели раньше мужчины ухаживать. Я ведь это все не ношу, ты же знаешь. Ну, плюс у меня кое-какие сбережения, так что прорвемся. Спасибо вам. Я все верну. Добро с тобой. Мы же с тобой семья. Возвращать ничего не нужно. Ребенка родишь, Антон вернется. И все у нас с тобой будет хорошо. Это инновация в области аппаратов электростимуляции сердца. Операция проходит легко, под местным наркозом. Спустя сутки можно возвращаться к привычному образу жизни. Какой крохотный. А почему сразу его не установили? Аппарат только-только вышел на рынок. Повезло, что к нам в клинику приезжал Джамаль Елдыс, гений хирургии. Он в курсе всех новинок. Ну, так пусть он и оперирует. Джамаль ведет практику в Турции. Он будет следить за ходом операции удаленно. Следить удаленно. А эта золотая вещь, она долго будет работать? 10-15 лет, потом ее поменяют на новую. Гарантия пожизненная. Ну, конечно, за такие деньги. Ну что, Анют, готова? А это точно безопасно для ребенка? Да. Однако надо учитывать, что организмы бывают разные, и риски все-таки... Не запугивайте. Для нас главное не риски, а шансы. И если есть шанс, то мы им воспользуемся. Правда говорю? Да. Рад вашему настрою. Тогда пройдем. Сейчас вас определяют в репрессионную палату. Осталась минута. Что ты там копаешься? Устанавливай шунт. Я просто... Меньше слов. 30 секунд. Сделал? Снимай, Аик. Поздравляю. Твой пациент мертв. У меня было просто мало времени. Такие операции занимают три часа, но не сорок минут. Ты это скажешь родственникам человека, который погибнет из-за твоей невнимательности. Мы спасаем жизни, а не оправдываемся, Али. Как вы себя чувствуете? Нормально. Мы уже почти закончили. Так, сделайте рентген и передайте его Джамалю. Пульс ускорился. Дышите, пожалуйста, глубже. Насмотрел снимок. Электрод введен хорошо. Все в порядке. Проверьте наличие гематома. Да, есть одна небольшая гематома. Рану можно не вскрывать. Достаточно небольшого разреза, чтобы выдавить тромб. Да, делаю разрез. Скальпель. На место наложите давящую повязку. Пациентка в сознании? Да. Поднесите ей телефон. Анна, вы слышите меня? Да. Вы на должных руках. Операция уже завершена. Все в порядке. Спасибо вам. Все будет хорошо. Держите меня в курсе. Господин Элдис, посмотрите на это. Нужна пересадка сердца. Не вижу необходимости. Замена клапана и медикаментозная терапия. Хорошо, спасибо. Доктор Элдис, ваша супруга звонила, спрашивала, когда вы вернетесь домой. Я только приехал. Вы вторые сутки здесь. Серьезно? Ничего не успел. На сегодня операции больше нет. Может, все-таки поедете домой и отдохнете? Возможно, это имеет смысл. Таблетку от головы? Нет, нет, все хорошо. Хорошо. Дмитрий Александрович. Как? Ну, как они? С Анной и ребенком все в порядке. Сейчас Анна отдыхает. Я думаю, что еще недолго совсем их понаблюдаем. Мы ее завтра можем выписывать. Спасибо вам огромное. Да, пожалуйста. Это вам за помощь. Послушайте, ну, не встаньте. Возьмите. Спасибо. Послушайте, самая главная ряда для меня – это здоровье наших пациентов. Ребеночек как? С плодом все в порядке. Беспокоиться совершенно не о чем. Но, правда, роды придется проводить под очень тщательным наблюдением врачей. Мы все сделаем. Спасибо вам. Пожалуйста. Алло, Володь, срочно приезжай в больницу. Жемаль. Ну, сколько можно ждать? У нас гости. Поторопись, пожалуйста. Гостей принимать – задача жены, а не мужа. Махмуд, в твоем доме всегда так уютно, гостеприимно. Твоя дочь – прекрасная хозяйка, Малекия. Да. Но не хватает в этом доме только одного – детского смеха. Ирсану скоро 12-й год пойдет. О! С этого момента его воспитанием будет заниматься Джемаль. А моя дочь. А моя дочь еще молода и может родить нам не одного внука. Иншалла, иншалла, иншалла. Если будут внуки, ай, Аллах, я буду так счастлив, я буду рад не меньше твоего, Малекия. Но, однако, и без этого я очень буду любить и уважать свою невесту. Ты же баба, глава семьи. Имеешь право повлиять? Имею, но мое право не давать советы там, где дети в них не нуждаются. Разве может называться настоящей семьей союз с одним ребенком? Ну, у нас, Мерич, Джамал был единственным сыном. Так разве мы были плохой семьей? Ай, благослови и покоя Всевышний Аллах. О, дорогой зять, здравствуй. Давно не виделись. Добрый день, Малекия. Рад тебя видеть в нашем доме. Шикарный стол, дорогая. Однако, прошу меня извинить, остались кое-какие дела по работе. Я буду у себя. Надеюсь, Айши не позволит вам заскучать. Малекия, позволи мне удалиться. Давно и в вашем доме не было. Вижу теперь, ты не справляешься с обязанностями жены. Я? Нет, я для него все делаю. Любой муж от жены хороших детей хочет, да побольше. А ты фигуру бережешь? Скоро Ирсану будет 12 лет. На большой праздник вся родня соберется. Не смей меня позорить. Тебе нужны еще дети. Но Джамаль не хочет больше детей. Так, может, дело в тебе? Хорошо, что приехал. Дело важное. Аню прооперировали. Ты не сказала, что привезти? Ты мне был нужен. У меня будет внук, представляешь? Поздравляю. Антошка, вот только в последнее время меня что-то не радует. Ты, случайно, не знаешь, что с ним происходит? Нет, не знаю. Ну, брось. Мы столько лет друг друга знаем. Не надо от меня ничего скрывать. Наверняка какие-то слухи ходят. Или, может быть, у него женщина другая появилась? Или что? Настя, я в личные дела персонала не лезу. От коллектива жалоб на него не поступало. Антон хороший бортпроводник. Вот. К чему я? Почему бы тебе не определить его в пилота? Это не так просто. Во-первых, недостатка в пилотах сейчас нет. А во-вторых, сама знаешь, пилот это не просто набор каких-то навыков. Это призвание, дисциплина, в конце концов. Так одно с другим связано. Ты поговори с ним. Ты объясни, что личностные характеристики для пилотов очень важны. Что, мол, семья, дети, порядочность. Это главное. Он поймет. Володь, ну, прошу тебя, ну, сделай это. Настя, Настя. Как была начальником, так и осталась. Ну, я же по-дружески. Ну, вспомни себя в молодости. Как ты пришел ко мне в диспетчерский отдел. А ведь летать хотел. Я тогда замолвила за тебя словечко. Ну, хорошо. Действительно, отцом станет. Может, на самом деле что-то изменится. Спасибо. Ты голоден? Я ужин приготовила. Нет, спасибо. Я не голоден. Хочу отдохнуть. Поговори со мной, а? Я так скучаю без тебя. Расскажи, как твой день прошел. Как дела? Я же сказал, я устал. Хочу отдохнуть. Я тебя вообще интересую, как женщина. Я хочу дать жизнь еще хотя бы одному ребенку. Я спас сотни детей. Задание выполнил. Да, вот в этом все и дело. Ты помогаешь чужим семьям, а на собственную семью тебе плевать. У нас есть прекрасный сын. Да, но я хочу еще детей. Я хочу от своего мужа внимания, заботы. Как ты не понимаешь? Прекрати скандалить. Не хватало, чтобы нас кто-то услышал. Ты эгоист, Джамаль. Думаешь только о себе, и тебе плевать на своих близких. В конце концов, ты останешься один. Так и хорошо. Дай мне уже побыть одному. Аллах тебя накажет за твое безразличие. Ты подслушивала? Нет, я просто тарелку нес. Ну так неси, чего стоишь? Все в порядке. Не твое дело. Привет. Привет. Ты прости меня. Я был неправ. Не знаю, почему так сорвался. Мы семья, и у нас будет ребенок. Держись. Врач сказал, что тебе противопоказаны физические нагрузки и стресс. А еще тебе нельзя играть в хоккей и заниматься боксом. Хорошо, не буду. Ну что, Анечка, пришла в себя? Все хорошо. Да, доктор сказал, что домой собираемся. Антон, ты на учебу не опоздашь? Да, сейчас поеду. Сверидов отправил на обучение. Скоро стану пилотом. Я так рада за тебя. Это же твоя мечта. Да. Горжусь тобой. Вот тут еще можем одну детальку добавить. Крутая-крутая. Жека-крутая. Ну, это уже незначительные доработки. Главное, основополагающую структуру проверить, а дальше ты сам справишься. Как без тебя? Колпаков рвет и мечет. Таких специалистов, как ты, на рынке просто нет. Да ладно, это неправда. Так. Вот. Тут, если что, все, что нужно для защиты проекта. О, отлично. Слушай, а микросхемы мои посмотришь? Да. Что началось? Что такое? Да нет. Вряд ли рано еще. Давай, Виталью, посмотрю. Скоро вызывали. Рожает она, давай вызывай. Прямо что рожает? Да, прям тут, давай. Алло, скорая? У нас роды. Записывайте адрес. Привет. Антон, ой, как хорошо, что ты пришел. Помоги мне проверить, все ли мы купили по списку, что необходимо на первое время. Аня тут что-то написала, я вообще никак разобрать не могу. Так. Пинек, пинеш, пинеха. Пинетки, наверное. Ну вот, давай ее дождемся после работы, все узнаем. Еще телефон почему-то перестал звонить, мелодия пропала. Можешь посмотреть? Давай. Я вообще у тебя хотел контакт швип просить, которая форму шлят, помнишь? А ты что, экзамен сдал? Нет, ну, через две недели уже. Так не говори, гоп, пока не перепрыгнешь. Как там идет подготовка? Я на предварительном тестировании сто и ста двадцати набрал. Так, а почему не сто двадцать? Мам, это проходной бал. Сынок, у тебя должен быть высший бал. Я работала руководителем диспетчерского отдела. Двадцать лет. Да, мой дорогой, двадцать лет. И нашу фамилию очень хорошо знаю. Мам, у тебя авиарежим стоял. О, смотри, сколько у тебя пропущенных с одного номера. Да, я посмотрю. Алло, вы мне звонили. Да, я слушаю. Волошина. Что? Привет. Привет, дорогой. Обедать будешь? Ясыт, спасибо. Так и уйдешь? Тебя дома не было неделю. Выходной у тебя был месяц назад. Может, хоть с сыном пообщаешься? Не сейчас, пожалуйста. Я устал. Джамаль, я тоже устал. У меня нет сил это терпеть. Нельзя позволять себе такого поведения при ребенке. А что здесь такого? Пусть твой сын знает, что его отцу начхать на семью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо сейчас, что со мной не так? Что тебе во мне не нравится? Я... Я некрасивая. Я глупая. Я плохо забочусь о тебе. Айша, все хорошо. Но если так, почему я тебя не вижу? Почему ты не проявляешь ко мне никакого внимания? Почему не даришь подарков? Не окружаешь заботой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот в чем дело. На, здесь деньги, карты. Бери. Так как ты смеешь? А что ты хочешь? Совместные вечера? Прогулки, отдых? Да? Ты знала, за кого ты выходила замуж. Медицина – это моя жизнь. У тебя нет сердца. Для тебя это просто мышца. Человеческий орган. Волошина. Мы? Да. Поздравляю. Девочка. Ой. 57 сантиметров, 3600. Вот, поздравляю. Красавица. Спасибо. Евгения лечит срочно. Стимулятор вышел из строя. Пульс меньше 40. Звони Семенову в кардиологическое отделение. Он же ставил стимулятор. Семенов ставил, а Джимао Илдыс руководил из Турции. Девочка, здорова? Абсолютно. Извините. И это главное. Мам. Ну, как вы могли такое допустить? Ну, вы же говорили, что этот аппарат будет работать 10 лет. С кардиостимулятором все в порядке. Я предупреждал, что все организмы разные. В случае Анны произошел сбой, который тяжело было предугадать. Ну, Аня до сегодняшнего дня чувствовала себя прекрасно. Вот как вы прикажете нам сейчас жить? Я понимаю, как вы переживаете. Поверьте, мы делаем все необходимое. Стабилизировали ее состояние, но ей нужна операция. Анне нужно отправиться в Турцию в клинику Джимали Илдыза. Если повезет, он проведет операцию сам. Так, подождите, а что значит повезет? Только он и будет ее оперировать. Занятость Джимали колоссальная. Он мировая звезда. Ну, так сделайте так, чтобы он принял ее. И это приказ! Мама. Что мама? Постараюсь сделать все возможное. Постарается он. Отвезти вас к малышке? Конечно. Пошли. Мам, мне надо готовиться к экзамену. Я всю ночь не спал. У тебя дочь родилась, а ты думаешь только сам о себе. Идете? Ну, езжай, если ты устал. Пойдемте. Здравствуйте, доктор Джимали. Я отправил вам медицинскую карту. Одна пациентка. Сейчас получил. Открываю. Вы помните ее? Да, конечно помню. Что произошло? Она родила здоровую девочку. После рода возникли осложнения. Нужна пересадка сердца. Та самая девушка? Да, это Анна Волошина. Как скоро она сможет приехать? Завтра. Отлично, ждем. Доктор? Заходи. Завтра к нам привезут нового пациента из России. Понадобится полная диагностика и, возможно, пересадка сердца. Я извиняюсь, но завтра вы не сможете принять пациента. Может, позже? Как не могу. Целый день свободен. Завтра вашего сына день рождения. Поздравлю его позже. Речь идет о жизни человека. Нет, вы меня не поняли. Обычные волеутоляющие уколы мне не подходят. Сделайте запрос в другие клиники. Связывайтесь с фармакологом напрямую. Меня не волнуют эти последствия. Вероника, девочка моя. Моленька. Можно подержу? Нет, вам тяжести нельзя. Тут все строго. Извините, мне нужно отнести ребенка в послеродовое отделение. До встречи, моя девочка. Пойдем, пойдем, пойдем. Могу. Пойдем. Пойдем. Глазюки какие, да? Точно волошинские. Аня, ты завтра вместе с сопровождающим летишь в Толстик. Джамалю Илдезу. Он согласился принять тебя. К доктору Джамалю? Анастасия Сергеевна, я так вам благодарна. Ну, это моя обязанность помогать вам. А как же, доченька, как она перенесет полет? Ты можешь о ней не беспокоиться. Девочка будет с нами. Ну, как же? Ну, как ты с ней там одна? Это мне нужно с тобой лететь. А у меня, знаешь, столько денег нет. Ничего. Съездишь туда-обратно. А я за девочкой пригляжу. Кстати, ты думала, как ее назвать? Я уже ее назвала Вероника. Именина Веры в этот день. Хорошо бы назвать Верой. Какая защита будет? Ой, кто за по второй линии звонит? Сейчас. Это по работе. Сейчас не важно. Пока. До свидания. Антон! Антон! А, чего? Вот тебе она. Жена при смерти, мать в делах. А ты не мог курьера принять? Чего? Чего-чего? Курьер тебя не дождался. Ты не мог дверь ему открыть? Так усердно занимался? Мам, ну я уснул. Что с того? Кроватку иди собирай. Малышка в дом приедет завтра. Подожди, а с Аней что решили? Будем машину продавать. Что? Ну а где мне взять деньги, чтобы оплатить операцию Ани? А тебе что, железяка дороже, чем здоровье жены? Все опять решила за меня. Заработаешь на новую. Ну все, пошли. Пойдем, пойдем. Будем готовиться. Доброе утро, дорогой. Доброе утро. Завтрак готов. А я позавтракаю на работе. Подожди, как на работе? У нас скоро гости начнут собираться. Успею вернуться еще до сладкого. Ну хотя бы в день рождения сына. Ты мог бы отложить свои дела? Айша, у меня новый пациент из России. Ему надо срочно помочь. Только это тебе и важно. Твои пациенты, а не твоя семья. Айша, хватит. То, как ты ведешь себя, становится невыносимо. Любой другой уже поставил бы тебя на место. А я лишь просто прошу понимания. Ну вот. Кажется, ничего не забыли. Ну, пора ехать. Анна, можно подержу? Ну ты же знаешь, пока нельзя. Душа моя, я скоро к тебе вернусь. Вылечусь, вылечусь, я сразу к тебе. Ну все, Аня, будет, будет. Ну все, давай, а то подержу. Я еще не могу. Я еще не могу. Аня, ну все, прекрати. Все будет хорошо. Все, счастливо. Аня, ну прекрати. Все будет хорошо. Душа моя, ты моя девочка. Ну вот и приехали. Не больница, курорт. Так тут красиво. Красиво. А с той стороны какое? Озеро красивое. Пожгейль, Денис. Извините, я не говорю по-турецки. Тогда добро пожаловать. Как вы добрались? Необычно. Первый раз летела на самолете. Хотя у меня муж, бортпроводник, и я постоянно летаю. Спасибо, что сопроводили. Всего хорошего. Спасибо. Идемте. Проходите. Ну как, вам нравится? Конечно. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Али, я помощник Джамали. Анна, очень приятно. Али скромничает. Все знают, что он преемник Джамали. Будущий известный хирург. Будущий это не считается. Располагайтесь. А потом Шерин проводит вас процедурно. С днем рождения, сынок. Спасибо. С днем рождения, Арсанды. Спасибо. А где же доктор Джамаль? Хотелось бы отца поздравить. Он будет совсем скоро. По семейной традиции, мужчина должен был убить своего первого барана самостоятельно. Для этого имениннику дарили клинок. О, красиво говорит. Я шучу, шучу я. Но помни, мужчина становится взрослым не тогда, когда демонстрирует свою силу, а тогда, когда учится в мудрости, чтобы эту силу использовать. Это точно. Спасибо. И все же неприлично, что отца все еще нет. Я уже не говорю о том, что в доме нет детей, кроме Арсаны. Неужели Альши бездетно? Кюмсаль, твои рассуждения всегда так мудры, но не в этот раз. Альши уже беременна, на коротком сроке. Вот так это была эта новость. Фатерсан, чтобы ты всегда был Арло. Спасибо. Молодец. Мне за тебя краснеть приходится. Все возмущены тем, что у тебя нет детей. Все это кто, Кюмсаль? Но она известная сплетница. Не смей так говорить о нашей родственнице. И мне пришлось сказать, что ты в положении. И что мне теперь делать? Не мне тебе объяснять. И где уже Джималь? Позвони ему, пусть придет. Нет, он не любит, когда ему звоню во время работы. Сегодня праздник в нашей семье. При чем здесь работа? Позвони. Анна, можно? Да, конечно. Вот так встреча. Хотелось бы при других обстоятельствах. Но что поделаешь. Я изучил анализы. Увы, осложнение, которое произошло при родах, сильно повредило сердечную мышцу. И она уже не может обеспечивать достаточного кровообращения. Хорошо, что вас привезли сюда. Операции по пересадкам сердца – наша специализация. Мы используем гибридные технологии, благодаря которым новое сердце функционирует как родное в течение многих лет. Гарантирую, что вы доживете до самой старости. Неужели? Один момент. Донорское сердце. Мы отправили ваши данные в базу. Но сколько придется ждать, неизвестно. Может быть, полгода. Или год. Но у меня так долго. Весь этот срок вам необходима стационарные наблюдения. Но у меня дочка в Москве. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы провести операцию как можно скорее. А сейчас вы отдыхайте. И крепитесь. Ожидание всегда самое тяжелое. Да, ладно. Мы проснулись, поели. А теперь и вот к папе. Антон. Мам, у меня завтра экзамен, я занят. Ну что ты как неродной? Ну подержи на ручках, понянчи. Да не могу я, я занят. Ну ты что, хочешь ребенка напугать? Заикой сделать? Изверка скажу. Ты куда? Пойду готовиться в другое место. Мне же бы из дома уйти. Папа у нас деловой. Пилот там будет. А мы с тобой на самолетике в небе будем смотреть, да? Да, младшие дочери уже нашли партию. Всего рассказать не могу, но это точно будет семья с традициями. Множество детей, братьев и сестер. Нет давно общих правил для семейного счастья в Великой Хану. Известна традиция Махмудбей. Дети дар Аллаха. Разве можем мы противиться им? Сколько Аллах дал, столько и правильно. Любая женщина мечтает родить как можно больше детей. А если нет, это божья кара. Прошу прощения за опоздание. Поздравляю тебя, сынок. Спасибо, папа. Я хочу, чтобы ты знал, главное в жизни для мужчины найти свое дело и быть полезным людям. И уважать свою жену. Уважать надо всех. И себя в первую очередь. Иначе можно попасть под дурное влияние. Прошу меня простить. Прошу прощения. У моего мужа в последнее время очень напряженный график работы. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, Ань. Привет. У нас все в порядке. Девочка спит. Давай завтра созвонимся. Что? Антон тоже спит. Передам. Хорошо. Пока. Работайте кулачком. Работайте. А вы здесь? Я не вижу, куда колоть. Совсем слабая. А вы сегодня ели? Оставь нас, пожалуйста. Что произошло? Ничего. Извините. Операции боитесь? Нет. Я боюсь, что не дождусь дочку. Привозите семью сюда. Это возможно? Да. Спасибо вам, доктор Елтез. Исходите на завтрак. Ради всего святого. Если вы сами себе не поможете, никакая операция не поможет вам. Конечно, извините. Спасибо вам еще раз. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. А мы вот намылись, накупались. Покажите мне ее. Доченька. Маленькая моя. А у меня хорошие новости. Мой доктор Джамаль разрешил тебе ко мне приехать. А это еще зачем? Мне без нее очень плохо. Ну вот выдумала. Тебе, Аня, лечиться надо. Я жду донорское сердце. Это может затянуться надолго. Но я так по ней скучаю. Но все равно лишних денег на дорогу нет. Я найду. Вот когда найдешь, тогда и поговорим. И все, давай, у меня у нас режим. Спать, кушать. Все, на связи. Моя сладенькая девочка. Витька. Ой, моя хорошая. Как же я мечтала о такой доченьке. Здоровенькая, крепенькая. А он с тобой никто не нужен, да? Первым делом, первым делом. Это что такое? Ты где был? Где надо? Ты что, экзамен что ли сдал? И сколько баллов? Нисколько. Сверидов меня завалил. То есть как? А вот так. С меньшими баллами. Пожалуйста. А мне пересдать. Через полгода. Летайте самолетами. Привет. Мне нужно срочно поговорить. Срочно! Алло. Привет, Виталик. Алло, наконец-то. Ты куда пропала-то? Я сейчас в больнице в Турции. Офига себе. Мы тебя тут все ждем. У меня скоро будет операция по пересадке сердца. Ой, ай. Черт, как не вовремя. Тут, понимаешь, такое дело. Колпаков просто от меня доработки чертежа требует. А я разобраться не могу. Знаешь, Виталик, я могу тебе помочь, но при одном условии. Ты сможешь мне вернуть ту премию, что тебе я тогда Колпаков выписал? Ну, вот когда был, то... Ну, я потрасил все. Мне просто сейчас очень деньги нужны. И ты сам говорил, что этот проект — это моя заслуга. Ладно, по рукам. Найду деньги. По рукам. Офига ship. Вы кого-то ищете? Да. Не могли бы вы меня проводить в кабинете к доктору Йилдезу? Сейчас все вопросы по пациентам делегированы мне. Может, я смогу чем-то помочь? Мне бы хотелось обсудить это с доктором лично. Всего пару минут. Хорошо. Спасибо. Доктор Йилдез? Занят позже. Ничего. Тогда потом. Анна? Извините. Ничего срочного. Я позже зайду. Заходите, заходите. Это... Я знаю. Это экзоскелет. В компании, где я работаю, мы тоже проектируем различные механизмы. Бортовых компьютеров, авиационных тренажеров. Вы проектируете компьютеры? Да, я инженер. И вопрос у меня к вам как раз по работе. Мне нужен компьютер. Буквально на пару часов. Вы с ума сошли? Вам нельзя работать. Вам нужен покой. Сходите, погуляйте на озеро. Ну, это мое любимое дело. Я от него совсем не устаю. И потом там без меня не справиться. Ну, что же. Компьютер и кабинет в вашем распоряжении. Спасибо. Извините за неудобство. Перестаньте извиняться. Вы ни в чем не виноваты. Работайте. Ну, ты, Володя, даешь. Ну, спросил бы заранее. Я сказала бы, какой лучше подарок сделать. И что за подарок? Ты, Володя, Антону в каком-то смысле отца заменил. На работу взял, на пилота вот отучился, экзамен сдал. Вообще, балл у Антона проходной. Но по психологическим тестам у него низкие баллы. В экстренных ситуациях теряется, посудит. Характер не тот. Да есть у него характер. Еще какой. Я-то знаю. Послушай, ну, можно же эти баллы пересмотреть? Ну, ты же сам понимаешь, у Антона стресс. Ребенок родился, а они в больнице. Ну? Доктор Элдис. Анна работает. Сейчас пойду. Не отвлекайтесь. Сидите сколько нужно. Спасибо. Спасибо. Все хорошо? Да. Проследитесь, чтобы она только не пропускала приемы пищи. Хорошо. Я уехал. Спасибо. Экспериментальный препарат, который восстанавливает разрушающиеся кости. Инструкция о приличной встрече. Она продолжает разрушения. Спасибо. 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 Красава, давай спать уже. Вы с папой разведетесь? Ты что? Откуда такие мысли? О разводе в нашей семье не может быть и речи. У нас в классе мальчика, развелись родители, и он остался с отцом. Я не хочу этого. Не бойся. Я всегда буду рядом. Засыпай. Лекарство еще не вышло на рынок. Нам потребовалось личное разрешение разработчика. Зная вас, он дал свое согласие. Я буду ему вечно обязан. Это для меня так много значит. Вы будьте осторожны. Вещество действует на костную ткань через ДНК. Первые испытания дали хороший результат, однако есть неудачи. Если будет хуже, надо сделать инъекцию антидота. Я понял, сколько с меня. Ну что вы, вы всемирно известный доктор Джемаль Йилдыс. Для нас честь помочь вам. Спасибо. Доброе утро. Пора завтракать. Хороший сон – залог здоровья. Спасибо большое. Все в порядке? Да, просто нужно сделать один звонок. Виталик, привет. Я тебе там скинула вчера всю работу, но деньги мне так и не пришли. Аня, тебе прямо сегодня нужно? Я просто думал, что можно чуть позже отдать. У меня просто нет сейчас, правда. Только со следующей премии получится. Как? Мы же договорились. Отдам обязательно. Давай. Что случилось? Как же так? Что? Как же так? Как же так? Анна? Ой. О, Аллах. Доброе утро, Махмуд Бэй. Доброе утро, дочка. Я решила встать пораньше и сделать кое-что необычное для своего мужа. Прекрасно. Хочу навести Джемаль и отвезти ему печенье от заботливой и любящей жены. Кстати, если хотите, немного печенья осталось на кухне. С удовольствием. Мне тебя отвезти? Нет, спасибо. Я сама только туда и обратно. Айша, дочка, я хотел сказать, если вдруг у тебя с Джемалем что-то не так, и тебе нужен совет, я буду рад, если ты ко мне обратишься. Ну, что вы, баба, у меня с моим мужем все отлично. Ну, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да так, по работе. Это моя вина. Я поторопился, позволив тебе работать. Нет, нет. Просто я взялась за эту работу, потому что коллега пообещал мне деньги. И их бы хватило, чтобы привезти сюда мою семью. А теперь... И это все? Я распоряжусь, чтобы расход на переезд и содержание вашей семьи выделили из фонда клиники. Нет, это же такие деньги. Деньги должны служить людям. Если они могут помочь вам чувствовать себя лучше, значит, они выполняют свою работу. Вы слишком добры, я так не могу. Вы мне купили когда-то мороженое. Другим вы привыкли делать добро. Я просто возвращаю долг. Спасибо вам. Это же чудо какое-то. Дайте проверю. Что ты тут делаешь? А ты вместо того, чтобы быть дома с семьей, кручишь шашлык с пациентами? А вот теперь я все поняла. Ты в своем уме? Я на работе. Я все видела своими глазами. Со мной ты никогда не говоришь так, как с ней. Подлец, предатель. Еще одно слово. Я не знаю, что буду делать. Ты перешла все границы приличия. Езжай домой. Вечером у нас будет серьезный разговор. Принять помощь от незнакомого человека? Да еще какая? Не, это уже слишком. Это из фонда клиники. Врач решил, что для моего здоровья так будет лучше. Ань, ну как вот нам сейчас собираться? Верочка только-только привыкла к дому. Вероника. Ее зовут Вероника. Я уже говорила. Она родилась в день такой. Именины Веры. Верочка, Вероника. Это что, не одно и то же? Во, Антон, поговори с Аней. Алло, да. Привет. Как экзамен? Сначала завалил. А теперь вот Северидов вызвал. Сказал, что результаты пересмотрели. Я прошел. Наверное, просто ошиблись сначала. Я так рада за тебя. Спасибо. Антон, а ты можешь вместе с Вероникой и Анастасией Сергеевной приехать ко мне? Расходы на проезд и проживание оплачивает клиника для всей семьи. Это обязательно? Понимаешь, я бы с удовольствием. Но у меня вот-вот полеты начнутся. Да, конечно, я понимаю. Извини, я, наверное, отвлекаю тебя. Поцелует меня Веронику. Да, хорошо. Пока. Так вы едете в Турцию? Да это Аня в голову что-то взбрело. Как по мне, так бред какой-то. Ну, в смысле? Она же скучает по дочке. Ну, вот и будет стимул быстрее выздороветь. А нам с Верочкой и дома хорошо. Почему ты называешь ее Верочкой? Она Вероника. А ты мне еще поучи, как ребенка называть. Лицензию получил, вот иди форму заказывай. Нам с Верочкой дома хорошо. Никакие турцы нам не нужны. Ты что же делаешь здесь, средь бела дня? А, мама? Почему не предупредила? Мама у Джамали любовница. Это какая-то русская. А что, если он ездил к ней, когда он бывал в России? Просто он сегодня был такой злой. Я боюсь домой возвращаться. Довела его, да? Довела его? Ничего удивительного. А что ты делала, чтобы было все хорошо, а? Пару раз тебя повоспитывает. Может, наконец-то ты и возьмешься за ум. Мама. Ладно, некогда мне с тобой тут любезничать. Давай, с минуты на минуту бизнесмен из Анкары за твою сестру свататься приедет. Вот она будет хорошей женой. А ты, кстати, надеюсь, уже забеременела? Нет. Все, я ничего не знаю. Иди домой и сама решай свои проблемы. Иди. Едут они, езжай. Я все об Антошке думаю. А что? Ну, вроде получилось, что хотел. Но он говорил, что пока назначения на полеты не было. Свободных рейсов нет. А смена летного состава неизвестно, когда будет. Ребята все молодые. А он так по небу скучает. Я же не мешаю ему летать в числе кабинного экипажа. Если не хочет, пускай возьмет отпуск. А после отпуска поставишь? Настя, мы же не на рынке, чтобы торговаться. У тебя не было своих детей. Тебе меня не понять. Да? Жизнь не предоставила такой возможности. Ну, не начинай. Ну, каждый раз одно и то же. Ну, сколько можно? Так мы договорились, после отпуска поставишь его помощником пилота. Вот, посмотришь, он проявит тебя, Володя. Не знаю. Давайте подумаем. Спасибо. Мам. Можешь поздравить? У нас намечается отличная сделка. У жениха твоей сестры сеть отелей на юге, рестораны в Стамбуле. Это все, что ты мне хочешь сказать, да? Нет. Твой вопрос я тоже обдумала. Проблему с любовницей нужно решать, не откладывая. Как? Что я ему скажу? Джималя в это не вмешивай. Завтра, послезавтра, незаметно приезжай ко мне. Я дам тебе противоядие от любовницы. Способ старый, но проверенный. Подольешь пару капель ей воду, и все будет хорошо. Ты хочешь, чтобы я ее убила? Не смей произносить такие слова. Ты оберегаешь свою семью, защищаешься. Я так тоже делала в молодости. Айше. Айше. Где она? Айше поехала порадовать любимого мужа домашней выпечкой. Как я устал, отец. Я готов был терпеть ее скандалы дома. Но сегодня она опозорила меня на всю клинику. Что я не так делаю? Вижу, я не пришла в вашу семью любовь. Ну, тут винить некого. Да и мне это в семье главное. Малейке на празднике про уважение не просто так сказала. Разве я не уважаю, Вайше? Она ни в чем не нуждается. А то, что для меня работа главная. Я этого никогда не скрывал. Ирсан уже вырос. Наверное, Айше одиноко. Ты думаешь, я бы не хотел еще детей? Но мне недолго осталось. Как хирургу. Может, год-два, не больше. Каждый день я чувствую сильную боль. Мои кости разрушаются. А руки уже почти не слушаются. Я никому не говорил. Я Айше незачем это знать. Но я обречен. Я не могу терять ни минуты. Я должен успеть сделать как можно больше своей работы. Хорошо, сынок. Делай, что должен. Алло. Слушаю. Что? Нам пора. Еще минуту. Тут так спокойно. Даже сейчас, когда мне кажется, что я больше не увижу свою дочку. Я принимаю это. Ну, что за мысли? Скоро вы будете со своей семьей. Не переживайте. Пойдемте ужинать. Анна? 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 Анна, вы меня слышите? Я в УЗ. Где она? Кто она? Моя жена, где она? Джамай. Доктор Харжа. Она попала к вам? Да. Как она? У твоей жены очень серьезная черепно-мозговая травма. Я считаю, шансы равны нулю. Джамаль Бэй. Я понимаю, что сейчас не самый подходящий момент говорить об этом, но я помню, что даже после смерти матери ты нашел силы приехать на операцию. Говори, как есть. Недавно из твоей клиники пришел запрос на донорское сердце для молодой женщины. Анна Волошина? Да. Оно нашлось? Неужели? Удивительное совпадение. У Анны и твоей жены 99% совместимости. Я понимаю, что это сложно, но решение нужно принимать сейчас. Ты, как родственник, можешь дать согласие. Другого такого шанса может не быть. Понимаю, что это будет сложно. Алло. Да, Анна? Готовь операционную к трансплантации. Абсолютно. Да, Анна. Абсолютно. Да. Абсолютно. Абсолютно. Недавно. Абсолютно. Абсолютно. Выявился, он не запылился. Сверидов в отпуск отправил. Твоих рук дело. Я же сказал, я не поеду в Турцию. Сверидов обещал, что после Турции поставят тебя на полеты. Ты выпросила. Это его решение. Тогда у меня тоже есть решение. Я увольняюсь. Что? Мне надоело. На работе меня все воспринимают как приложение к моей великой матери. Как приложение к важному начальнику, который много сделал для компании. И что в этом плохого? И то, что если я чего-то добиваюсь, то я хочу воспринимать это как свое достижение, а не как твою протекцию. Не выдумывай. Слушай, хватит выкаблучиваться. Завтра мы поедем к Ане. Я же сказал, я никуда не поеду. Ты нужен Ане и Верочке. Или ты хочешь, чтобы она росла без отца так, как ты? Насколько мне известно, это было твое решение. Ну, если ты считаешь, что я была неправа, прими свое, другое решение. Хорошо, хорошо. Я поеду. Но на работе я больше не появлюсь. Напугал. Куда ты денешься? Где же доктор? А ты не слышал? Жена доктора Джамали попала в серьезную аварию. Знакомая из центральной клиники сказала, что та, скорее всего, не выживет. Завтра мне нервы как никто от загубил. Нет, я тоже не выдумывал. И вот это надо пеку, а я импотал, всё, что вы сейчас gör at логACE. Для нас есть состояние тело Анатолий. Ане цвет Анатолий. Вы comin brother якобы Анатолий. И это сердце Айшиа. Это сердце Айшиа. Начинаю. Скальпель. Как она? В сознание еще не приходило. Время есть. Сердце приживается. Это главное. Мне нужно уехать. Не отходите от нее. Хорошо. Такое горе. Вчера у доктора умерла жена. Несчастный случай. Тише, ты не будешь. Леша. Леша. Черт. Ты еще не будешь. Черт, это странно. Мог бы хотя бы на похороны не опаздывать. А? Мне жаль всего. Тебе жаль? Тебе жаль? Да как ты смеешь? Это ты не уберег мою девочку. Ты! Ирсан. Зачем она в такой горе, Ирсан? Ирсан, нам следует быть мужественными. Тебе просто все равно! Ты хотел ее смерти! Ты во всем виноват! Ты ее убил! Убил? Почему он так сказал? Это неправда! Ирсан, успокойся. Все хорошо. Лучше бы я лежал в этой земле. Побойся слов своих, сынок. Неведом нам промысел Божий. Смерть, подобно искусному вору, невидимо проникает в дом, забирает все ценное, но не оставляет следов. Поэтому каждый себя и ближнего винит в утрате. Всем сейчас нужно время. Милика, позвольте, я вас довезу до дома. Моя жизнь. Как коротка была ее жизнь. Как многого она не успела. Одно утешение. Ее сердце продолжает жить. Это великое чудо. Ее сердце подошло у одной из наших пациенток. Присаживайтесь. Что ты сказал? Куда эта милика так быстро заспешила? Не знаю. Что ты ей сказал? Я ей сказал, что это великое чудо. Что сердце Айше спасло жизнь. А кто тебя просил договорить? А она что, не знает? Поехали быстро в клинику. Простите, не подскажите, где здесь реанимация? Вот, вторая дверь. А, спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Здесь пациентка, которой вчера пересадили сердце. Да, только посторонним сюда нельзя. Да я разве посторонняя? Я только что похоронила свою дочь. И для меня утешение знать, что она, ее часть жива. Хорошо. Только очень тихо, а Анна очень слаба. Анна? Да, пациентка из России. У нее была редкая сердечная недостаточность. Шансов найти подходящего донора были очень велики. А с вашей дочерью совпадение девяносто девять процентов. Настоящее чудо. Да. Иншалла. Иншалла. Какая красавица. Ради красоты мужчины на многое способны. Он радовался смерти моей дочери, потому что желал жизни тебе. Он забрал у меня самое дорогое. Что же мне остается? Только возмездие! Ты украла сердце моей дочери! Я убью тебя! Убью! Похороню тебя вместе! Что вы делаете? Успокойтесь! Оставь! Оставь ее умирать! Я ей не давала разрешения брать сердце моей дочери! Оставь меня! Отпусти! Он убил мою дочь! Он забрал ее сердце! Ты пересадил сердце от сердца моей любовницы! Я не помню тебя! Ненавижу! Я убью тебя! Убью тебя! Ола! Еще немного и случилась бы беда. Кто эта женщина? Это мать Джамаля. Чую сердце бы им пересадили. Ну что ты сидишь? Его нужно искать! Настя, езжайте вдвоем. Иначе опоздаете. Я отвезу вас в аэропорт. Нет, мы без него никуда не поедем. Держи! Ты меня с ума сверешь, Антон! Ну где тебя носит? У меня Саверидов в отпуск отправил. Вот отдыхаю. Тише ты, ребенок спит. Он дал тебе отпуск, чтобы ты ка не полетел. Ага, я так и думал, что это твоих рук дело. О! Легок на помине! Здравия желаю! Ты как с начальником сговариваешь? А вот так. Я хочу уволиться. Не могу я быть больше приложением к великой матери. Так а что тут такого? Если ты сам ни на что не способен. Не слушай его, Володя. Он иногда сам не понимает, что он говорит. И давай носи чемоданы вниз. Я же сказал, я никуда не поеду. Мы опаздываем. Вот об этом я и говорю, Антон. Для того, чтобы быть пилотом, нужен характер. У меня есть характер. Так прояви его. У тебя семья, ребенок, а ты сбегаешь как трус. Самолет будет падать. Штурвал тоже оставишь? Жду внизу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Мне нужна еще одна доза лекарства. Одной мне мало. Прошу прощения, Демальвей, но вторая доза возможна только через полгода. Через полгода? Но лекарство действует постепенно. Возможно, вы почувствуете скорое улучшение. Надо избавиться от стрессов. Потому что кортизол снижает воздействие препарата. Я перезвоню. Простите, господин Джамаль, я просто не подумал. Али, у нас сейчас есть дела поважнее. Готовься к операции на завтра. Я сам? Ты давно можешь оперировать сам. Я буду заниматься документацией. Много накопилось. Хорошо, господин Джамаль. Махмуд. Малейка. Проходи. Я пришла за Ирсаном. Пусть собирает вещи. Я забираю его к себе. Ну, почему? Ты хоть знаешь, что наделал твой сын? А? Он пересадил сердце Айше своей любовницы. Этой подлой русской негодяйке. Подожди, подожди. Что? Да, да, да. Пожалуйста, не трогай Ирсана. Мальчику без того сейчас нелегко. Ирсан. Дорогой, собирайся. Мы уезжаем отсюда. Не спите? Обычно после трансплантации пациент приходит в себя несколько дней. Как там доченька? Водитель уже выехал в аэропорт. Я же сказал, вам сейчас нужен покой. Пересадка сердца не шутки. Хотя показатели прекрасные, ничего не могу сказать. Но все же будьте, пожалуйста, аккуратнее. Вставать и ходить вам пока нельзя. Хорошо. Простите. Доктор, спасибо вам за все. Мое сердце. Я понимаю, какое непростое это было решение. Я врач. Я лишь сделал, что должен. Ну, что такое? Я чувствую свою вину. Мне так жаль. При чем тут вы, Анна? Пожалуйста, не усугубляйте ситуацию. Вам ни в коем случае нельзя нервничать. Прошлого не изменить. Давайте жить дальше. Слушаю, отец. Опять она? Извините. 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 тебе говорил в этой жизни эмоции не малютный и они уступают разуму поэтому не поддавайся эмоциям и тогда ты увидишь истину не слушай его и сан садись дорогой садись едем домой ты куда собрался он поедет со мной его дом здесь иди в свою комнату быстро эрсан эрсан мой внук не будет жить с преступником моя совесть чиста прекратите устраивать сцены и манипулировать невинным ребенком уйдите отсюда и больше не подходите к моему сыну да как ты смеешь я этого так не оставлю это война джима здравствуй аня здравствуйте анастасия сергеевна привет привет моя девочка доченька можно ее пожалуйста девочка моя осторожней только ой головку головку держи вот так вот аккуратней маленькая устала кормить пора маленькие ножки но осторожно аль рука ручка аль моя девочка такая что неуклюжая аккуратнее держи аккуратно все давай нам кушать пора пойдем пойдем кушать еще минутку еще минутку держись еще ань давай сюда иди ко мне ой милашка жена наканец даю До свидания. Да, дурачено. Не дурно, не дурно. Ага. Как с работой? Да как, в отпуске. Ты как? Я даже не знаю, как себя с ней вести. Ладно, научишься еще. Антон, тебе если плохо, то ты езжай домой. Да нет. Мы же типа семья. Обратно уже надо. Самый санцепек. Давайте еще немного погуляем. Аня, ну какие немного. Тебе не надо долго держать тяжести. Давай сюда. Ничего мне не тяжело. Твои прихоти точно до добра не доведут. Как все-таки здорово, что вы позволили им встретиться. Анна сразу так оживилась. Операционную для госпожи Чалик подготовили? Да, но Али еще не приехал. А где его носит? Я ему звонила, но он не отвечает. Али, я не понял, почему тебя еще нет в клинике? В каком смысле ты больше здесь не работаешь? Чтобы через 10 минут был на месте. Так что делать? Принеси операцию на несколько часов. Дождемся, Али. Хорошо. Он меня не отпускает. Мне нужно ехать на операцию. Тогда это будет последняя операция в твоей жизни. Заявление на Джемаля за незаконно проведенную операцию я уже написал. Дальше этим займется полиция и суд. И ты станешь соучастником преступления. Доктор Джемаль оформил разрешение. Вот письмо от Айши. О несогласии с посмертным донорством. И откуда оно у вас? Али, пиши Джемалю, что ты увольняешься. Пиши. Мелико. Одного понять не могу. Зачем это вам? Я лишу его всего, что ему дорого. Вы нездоровы? Я случайно увидела информацию про препараты на вашем компьютере. Они не помогли? От первой дозы хорошо было. А вторая доза через полгода. Я больше не могу оперировать. Сколько людей погибнет из-за меня? Ну, есть ведь Али, ваш преемник. Али сегодня не пришел на операцию. Позже он мне написал, господин Элдес, я больше не могу с тобой работать. Я увольняюсь. Ну, это невозможно, Али не мог вас бросить. Работать со мной он больше не хочет. Подождите, но он ведь написал, что не может с вами работать. Как будто бы есть какая-то причина. Одно дело, если бы он не хотел. Но тут явно что-то другое. Может быть, ты права. Доктор, еще кое-что. Я уже говорила, я инженер, и... И мне кажется, я могу создать для вас робота-хирурга, который будет помогать с проведением операций. Я знаю обо всех новинках этой области. Да, но я создам робота непосредственно под вас. Такого вы могли еще просто не произвести. Нет, только нужно знать, что для вас важно. Вы не верите мне, да? Анна, вы прекрасная девушка. Но не все так просто, как кажется. Доктор Илдыз, для операции госпожи Челик все готово. Вы идете? А Али еще не вернулся? Нет. Звони ему, пусть приезжает за документами. Я дам ему расчет. Хорошо. Алло, Аня, привет, ты как? Слушай, прости, пожалуйста, что пропал. Сейчас у меня с деньгами пока проблемы. Ничего, можешь вернуть иначе. Так, слушаю. Мне нужно спроектировать один аппарат. А для этого нужны разработки из базы танков. Может, я тебе скину коды на них, а ты мне пришлешь обратно архивом? А что за проект? Это для очень хорошего человека. Ладно. Слушай, Аня, а можно я тогда тебе на проверку нашу техническую документацию по нашей разработке скину? Да, конечно. На связи. Спасибо. Давай, на связи. Супер. Фу, ну и погодка. Голова раскалывается. Ну так что ты сидишь? Пошли в отель. Идите без меня, я здесь побуду. Ну что ты за человек такой? Ну взял бы ребенка, подержал на руках, посидел бы с ним. Мам, я не хочу, мне неинтересно. А что тебе интересно? Картинки в телефоне? Совсем мозги растерял. Э, отдай на ушки. Не отдам, пока с ребенком не поиграешь. Совсем что ли уже? А для тебя что? Телефон важнее дочери? Чудовище. Чудовище здесь ты. Что? Кто? Ты понимаешь, что ты допекла всех вокруг? Ты заполняешь свою пустую жизнь нами? На самом деле, ты старая, одинокая женщина, у которой никого нет. Так как ты смеешь? Неблагодарный. Скажешь Ане, что мы пошли в отель. С таким чудовищем, как ты, мы с Верочкой больше находиться не хотим. Неблагодарная свинья. Али, можешь объяснить, почему ты уходишь? Не могу. Извините, что подвел вас. Подвел меня? Нет. Ты подвел госпожу Челик и остальных пациентов, которые рассчитывают на операцию в нашем центре. В каком смысле? Ты ведущий хирург, уходишь из клиники, а я больше оперировать не могу. Как не можете? Ты думаешь, почему я тебя натаскиваю на тренажерах? Я... Я хотел просто спасти вас, господин Йилдейсон. Мелика? Она и до тебя добралась? Да. Она собирается идти в суд. Она считает, что вы... Не хочу ничего о ней слышать. Переодевайся, Али. И вперед, в операционную. Хорошо. А с Меликой я разберусь. Да. Можно? Да. А вы не шутили? Это пока только наброски. Дальше без вашей помощи не обойтись. Вы реально создаете робота? Я спроектировала их десятки. Нам нужно повторить движения ваших рук. Тогда вы сможете программировать робота, не прилагая физических усилий. Анна, вы удивляете меня. Вообще-то я зашел поблагодарить вас. Вы помогли вернуть Али. Али вернулся? Я так рада. Но только при чем тут я? Без вас я бы не догадался, что за его решением стоял кто-то другой. Здравствуйте. Заходите. Мы уже закончили. Ах да, самое главное. Сердце хорошо приживается. Если завтра с утра будут хорошие анализы, можете выписываться. Да вы что? Спасибо. Наконец-то. Здорово. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо. Спасибо. Я вас тут ни от чего не отвлек? Да нет, что-то мы просто обсуждали один проект. Так быстро уснула на руках. Мы скоро вместе будем спать. Дома. Анастасия Сергеевна, все в порядке? Хорошо себя чувствуете? Лучше всех. Что произошло? А то, что твой муж довел меня до белого коленя. Тише. Вероника спит. Ты мне еще указывать будешь? Простите, я не хотела. Я все для вас сделаю. Стараюсь, помогаю. Да если б меня кто-то с ребенком сидел. Да на мне вся семья держится. Я очень ценю все, что вы для нас делаете. Анна! Вас ждет доктор. Анастасия Сергеевна, посмотрите за ней? Ну, не обижайтесь. Антон, поможешь? Давай. Как и предполагал, все показатели в норме. Обратные билеты. Можете спокойно возвращаться домой. Спасибо вам за все. Вам очень повезло. Организм быстро восстанавливается. Но не позволяйте этому себя обмануть. Соблюдайте все необходимые правила. Режим сна, полноценное питание, небольшие физические упражнения. Тут все подробно написано. И постарайтесь, пожалуйста, избегать стрессов, чтобы не перегружать нырную систему. А перед сном принимайте эти таблетки. Обязательно пропейте весь курс. Даже не сомневайтесь, я буду все соблюдать. Если что-то срочное, не стесняйтесь, звоните. А аппарат я постараюсь сделать как можно скорее. Я, конечно, прагматик и реалист. Но ваша затея, дай вы сами, это удивительный феномен. Даже как-то грустно оставлять вас. Теперь, когда в моей груди бьется сердце вашей жены, я даже чувствую себя по-другому. Будто что-то во мне изменилось. Что ж, сердце здоровое. Работает исправно. Очень может быть, что ваше общее самочувствие действительно изменилось. Вы говорите о науке, а я говорю о чувствах. Пока. До свидания. Редактор субтитров Анастасия Сергеевна, анастасия Сергеевна, вы устали, наверное. Я дальше все сама сделаю. Ну, кроватку мы сегодня переставлять не будем. Завтра уже. Конечно. Мы сегодня все вместе на нашей поспим. Но это же небезопасно. Ничего. Я аккуратно. Делай, что хочешь. Слушай, Аня. Да? Тут отъехать надо. По делам. Ты тут справишься одна? По делам. Ну, хорошо. Спасибо. Отец, ты женщина дома сложна. Я говорил с соседкой. Она обещала мне приходить, приготовить, убирать. Спасибо, сынок. Мы бы сами разобрались бы. Как ирсан. Сиди целыми днями в своей комнате. Вам бы поговорить, сынок. Я могу говорить о моей работе целый день. А не о чувствах. Мне важно, что ты скажешь, сынок. Важно это сделать от чистого сердца. На похоронах Ирсан сказал, что я виноват в смертяише. А если он прав, это ведь я ее не уберег. Я был с ней суров и холоден. Я не смог дать ей ни любви, ни защиты. Кто знает, может, за это Аллах дал мне эту болезнь. Я ужасный человек. Аллах милостив, сынок. Милостив. Он не наказывает. Он испытывает. Ты врач. Иногда тебе кажется, что ты имеешь власть на жизнь. Но понимаешь ли ты, что на все воля Всевышнего, по его воле, не по своей, ты спасаешь людям жизни. Так крепка ли твоя вера в него? Сынок. Ты что, до завтра не могла подождаться? Ну, вы же знаете, как для меня это важно. не уснет она. Ты хоть укачивать умеешь? Справлюсь. Если каждый раз у вас помощи просить буду, сама никогда не смогу. Осторожнее. Я аккуратно. И головушка. Ой, господи. Тихонько. Осторожнее. Все, я сама. Ладно. Идите, я сама. Ну, сама так сама. девочка моя, наконец-то мы с тобой вместе. надо поговорить. Не хочу. Ты должен уважать, когда с тобой разговаривает отец. Я тоже. раньше немного играл. Я думал, мы отдали его кому-то. эрсан, сынок, скажи, что я могу сделать для тебя? Отпусти меня к бабушке. Я хочу жить с ней. Эта лживая женщина играет с тобой и преподносит за правду то, что выгодно ей. Правда одна. Ты не любил маму. И ей из-за этого было плохо. Сынок, от тебя это слышать очень тяжело. Но как бы то ни было, тебе исполнилось двенадцать лет. А это значит, что ты находишься под моим покровительством. Да зачем я тебе нужен? Ты вообще обо мне ничего не знаешь. Сынок, я это редко тебе говорю. Но я люблю тебя. А я тебя ненавижу. Эрсан! Что? Что у вас за крики? Да спать не хочет, наверное, из-за перелета. Мобик холодный. Ну, так она же мокрая, переодет надо. А ты чего? Сейчас, сейчас, мама. Сейчас. Давайте я сама. Ты о детях книжках читала, а у меня опыт. Дай сюда. так-то лучшая, правда, Верочка? Да? Вероника. Я назвала ее Вероникой. Спокойной ночи. Спокойной. Ч-ч-ч. А-а-а! Аааа! Аааа! Алло, Анна! Рада вас слышать. Простите, что поздно. Как вы, как дочка? Никуда спит. Я тоже скоро буду ложиться. Так непривычно без турецкой речи вокруг. Так начните учить язык. Если честно, все просто отвратительно. Сын меня не слушается. Он не отошел от смерти матери. Да что вы, Джемаль. Разве вы можете быть виноваты в чем-то? Я сам чувствую свою вину. Я совсем не уделял своей жене внимания. И она была несчастна со мной. Ну, у вас такое важное дело. Вы постоянно нужны другим людям. Я уверена, ваша жена все понимала и поддерживала вас. Нет, она никогда не понимала ничего о моей работе. Кстати, я, возможно, скоро буду в Москве. Это же прекрасные новости. Я познакомлю вас с роботом-заместителем. С кем-с кем? Ну, с роботом. Аня, вы все еще надеетесь мне помочь? Конечно. Я каждую минуту об этом думаю. У вас уже поздно. Вам пора спать. Спасибо, что позвонили. До скорой встречи. Пока. С кем разговаривала? С доктором своим? Почему ты решил, что с ним? Точно с ним. Вообще странно. Не думал, что могу тебя ревновать. Аня, я тебе вообще нужен? Антош, ну ты что, конечно. У нас же дочка. Нет, Ань. Посмотри сейчас, пожалуйста, мне в глаза и скажи честно. Ты со мной счастлива? Знаешь, когда мне поставили диагноз и запретили волноваться, я даже книжки любви читать перестала. Не говоря уже о том, чтобы мечтать о каких-то чувствах. Но я предана тебе. Я очень благодарна за все, что ты делаешь. И Анастасия Сергеевна. Ты что, вздеваешься надо мной? Она же ненормальная. Да она просто такой человек. Почему ты подстраиваешься под нее? Я так больше не могу. Ну, а как? Я столько лет сутками дома не появлялся, чтобы только не видеть ее. Сейчас после этой поездки я окончательно понял, я живу не своей жизнью. Я как мертвец, понимаешь? Мы с тобой молоды. Еще не поздно начать все заново. А вдруг мы будем по-настоящему счастливы? Каждый сам по себе. Ты предлагаешь развестись. Сейчас. Аня, я прошу тебя. Я буду помогать тебе и Веронике, чем нужно. Но я больше не могу так жить. Я не могу врать тебе и себе. Я так больше не могу. Хорошо. Если тебе так будет лучше, так хорошо. Виталик. Виталик, привет. Слушай, скажи, ты можешь мне сегодня жесткий диск перевести? Мне просто срочно надо. Да? Супер. Все, сейчас скину адрес. Нет, это просто не мысль. Что случилось? Ань, ты в своем уме? Какой развод? Ну, 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 скажи ей. Анастасия Сергеевна, мы решили, что так всем будет только лучше. Для кого? Я не позволю. Мама, мы взрослые люди и сами разберемся. Это не взрослый поступок. А как же ребенок? Вы о нем подумали? Для Вероники так тоже будет только лучше. Я продолжу работать и просто буду снимать квартиру. Этого еще не хватало. Значит так, никакого съемного жилья. Вы останетесь здесь. Все, разговор окончен. Слышать больше ничего не хочу. Мама! Анастасия Сергеевна. Моя сладенькая, моя девочка сладенькая моя. Иди к бабушке, иди, моя хорошая. Мать твоя совсем о тебе не думает. Жить у кого-то, черти знаю, в каких условиях. Я не позволю моей Верочке страдать из-за вас. Вы разводитесь, опекунство я оформлю на себя. Да, моя хорошая? Да вы что? Да вы что, какое опекунство? Мама, отдай Ане ребенка. Этот ребенок родился за мой счет. Он? Мой. Да? Да как вы можете? Моя хорошая. Анастасия Сергеевна, я отдам, а все до копейки. Отдайте ребенку. Нет. Ты же даже держать на руках его не умеешь. Ну какая ты мать? А если сердце откажет? Что будет с девочкой, ты об этом подумала? Ты ж недолго проживешь. Отдайте ребенка сейчас же. Мама. Сейчас приду. Здравствуйте, я Виталик, Каня по работе. А, погодите. Не будет по-вашему, я сказала. У нас тут неожиданные семейные разборки. Как ты вовремя? Ты на машине? Отвезешь нас? Весь проблем и тебе жесткий диск привез. Давай. А ты куда? Тут больше не безопасно для нас с дочкой. Я сейчас быстро. Я так могу. Так, все, давайте сюда ребенка. Вы перешли уже все возможные границы. Мама. Это мой ребенок. Мой. Не ваш ребенок. Я столько его ждала, я столько вложила в него. Да если бы он вообще не родился. Я это очень слию, но это уже слишком. Отдайте мне ребенка. Свинья неблагодарна. Мам, хватит. Мама. Мама. Девочка. Тяжа, тяжа, тяжа. Спасибо. Ты что их отпустишь? Как же вы можете? Придателю, я же для вас. Я же всю свою жизнь, я всю свою жизнь на вас положила. Антон, ты же сын мой, как ты можешь! Я же все для тебя, все для вас. Я же все для вас. Прости. Все, все для вас. Я свою жизнь. Прости. Прости меня. Мам, все! Прости меня. Это все для вас! Зашивайте. Али, ты молодец! Господин Элдис К вам следовать Сейчас приду Спасибо Куда поедешь? Пока в отель Жалко, что так прощаемся Ты можешь навещать нас, если захочешь Хорошо Пока Я думал, что у нас такое творится Еще раз спасибо, что согласилась помочь Да нормально Поехали, еще дел много сегодня То есть это был несчастный случай? Машина Айше была припаркована в неположенном месте, на закрытом повороте Водитель грузового автомобиля просто не успел среагировать Почему она была там припаркована? Какая-то неисправность? Мы все проверили, ничего подозрительного не нашли Айше была у матери, она возвращалась домой То есть последняя, с кем говорила Айше, была Америка? Скажите, вы сможете проверить ее звонки по телефону? У нас нет оснований для дополнительных следственных работ Знаю Знаю Поймите Айше не стало так внезапно Без причин Как будто я чего-то не знаю Как вам объяснить? Я понимаю вас Вы хотите найти причину наказать виноватых Но иногда их просто нет Всего доброго Значит, ты тоже уходишь? Да, мам Я тоже Вы все меня бросаете Извини, мам Но в этом ты сама виновата Мы все время жили по твоей указке Но давно уже выросли Да я же для вас А Чего? Чего, мам? Чего, мам? Мам Слушай, она вроде даже симпатична Слушай, может вам сгонять купить чего? Нет, спасибо Доставку закажу А, кстати Чуть не забыл Колпаков спрашивал Ты когда вернешься? Пока я в декрете Хочу закончить свой проект Ясно, ясно Как там, кстати, с документацией по твоему проекту? Нужна еще помощь? Да нет, я уже все сдал Ну, мам Ну, мам Я пошел Да, не скачай тут Спасибо тебе Моя девочка Ложка Кашик Нож Бычаг Сковорода Тава Тава Стакан Бардак Нет, нет, нет Стакан 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 По-турецки Бардак Извините Мне кажется, мужчина хочет стаканчик мороженого Именно, именно так Русский язык Буду должен Буду должен Да Аня Быстро возвращайся Сейчас же Ты не здорова И ты не справишься А я нужна, девочки Здравствуйте, скорая помощь Что случилось? Я с сердцем плохо Назовите вас имя Анна Балыш Назовите адрес Бедницкая Семь Я вас не слышу Повторите адрес Алло Что с моей дочкой? В соседней палате С ней медсестра Что с моим сердцем? Могу с уверенностью сказать Что с ним все в порядке Но я же чувствовала Как оно быстро билось Приступ парксизмальной тревожности Паническая атака Говоря современным языком Доктор Элдис Также подтвердил эту версию Доктор Джамаль? Да, он здесь Прилетел в Москву с утра Здравствуйте, доктор Джамаль Здравствуй Я уже сомневался в результатах своей работы Но вы сами все видели Сердце выдержало Сердце абсолютно здорово Это чудо Попрошу медсестру Принести вам дочку Значит, все будет хорошо? Я же вам обещал Но фактор стресса следует исключить Вы понимаете, с чем был связан приступ? Доказываюсь Вам надо поберечь себя Если же надоели больничные палаты Я приглашаю выйти на улицу С удовольствием Даже не верится, что семьи больше нет Нет, я, конечно, благодарна Анастасии Сергеевне Она правда много для нас делала Но это же не значит, что Нужно отдать ей моего ребенка Ситуация мне знакома Когда Айши не стала Ее мать также заявила права на моего сына Неужели? Так-то лучше Кючек Ханэм Маленькая госпожа? У нас так называют ребенка Ангел Она ангел Как и ее мама Сейчас приду Стакан мороженого Разрешите Да Вызывали, Валерий Китарович? Да, заходи Спасибо Документацию тут Изучаю по аппаратам Кто составлял? Я Ошибок многовато Документ на самом деле Аня делала Давайте я просто посмотрю Не надо Не надо Я узнал, что хотел Голубчик Давно я подозревал Что двух волошенных Меня в коллективе быть не может Князь, Валерий Китарович Вы неправильно поняли Просто Аня мне не помогала Вот и все А коллеги говорят Что Аня делала работу за двоих Как видите, с ошибками Ошибка тут только моя Что взял тебя на работу По собственному Я не уйду Уж по-плохому Подадим заявление В охрану труда Ты готов проходить Официальную тестацию? Ясно Спасибо вам, что помогаете Да приятно Вы что Действительно Разработали робота? Сами? Да, все Все готово Это невероятно Такая тяжелая работа И это сделала женщина А вы что, не верили? Машалла, Аня Вы перевернули Мое представление О мире И о женщинах А сегодня я Извините, говорите Нет, вы говорите Там ничего важного Просто Материалы, которые я буду заказывать Я По счастливой случайности Буду заказывать в Турции А вы что, хотели сказать? Я увидел вас сегодня В палате Вдруг отчетливо Понял одну вещь Анна Я бы хотел Больше не отпускать тебя Никуда Вы должны знать Я не тот Кто склонен К романтическим чувствам Тем более По отношению к пациентам Но вы Но вы настолько Отличаетесь От всех женщин Которых я Встречал И мои чувства К вам Настолько не похожи На то Что я Когда-либо Испытывал Но вот так Теперь Ваша очередь Не верить мне Нет, нет Просто все это Так неожиданно Говорю как есть У нас в стране Не принято Ходить вокруг Да около Играть с женщинами И с чувствами Я хотел бы Чтобы мы уехали В Турцию вместе Жили в моем доме Вы сможете Разрабатывать Свои роботы И я закажу Все необходимое Наконец Важное Я испытываю К вам любовь Или Как правильно сказать На русском Я тебя люблю Точно Я люблю тебя А ты Ты Антон Хороший Бортпроводник И в этом Нет ничего Зазорного Если Передумаю Нет То что вы Во мне не видели Пилота Не значит Что я им Никогда не стану Признайтесь Вы меня Недооценивали На зломатери Я требовал Тебя больше Чем от других Это правда Твоя фамилия Известна в компании И ожидания Соответствующие Хорошо Давайте по другому Вы уж Меня извините Вы всю жизнь Волочитесь За моей матерью А мое Присутствие В компании Это единственное Что вас связывало И могло Повлиять на нее Ну что теперь Делать будете Не думал Что в тебе Столько злости Скопилось Как сейчас Мать Не знаю Мы с Аней Расстались И съехали от нее Теперь Судя по всему Ваш выход Зачем мне эти цветы Ты же знаешь Я все это не люблю Мне хотелось Сделать тебе Что-то приятное Приятное Ну тогда Скажи Что там с Антоном Ты ведь Не мог Позволить ему Уйти Как он Сам себе Начальник У тебя есть Рычаги воздействия Я не понимаю Настя О каких рычагах Ты говоришь И потом Мне кажется Антон прав В другой компании У него будет Больше возможностей Уф Да ты никак На его стороне Зачем тогда пришел Поддержать тебя Как друг Настя Мне кажется Тебе нужно Заняться Своей собственной жизнью А не носиться С Антоном А я когда-нибудь Что-нибудь делала Не в интересах Антона Володя Я просто хотела Чтоб он вырос Порядочным человеком Ну как можно Вырасти Порядочным человеком Из-под палки Ты пришел Меня жизни учить Уходи тогда Я не хочу Ссориться Наоборот Взял билет В театр На вечер пятницы У меня семья Разваливается А ты предлагаешь Мне пойти повеселиться Ты будешь Помогать мне Возвращать Антона Или нет А ты Можете Можете И Можете А ты Можете Можете Блять Можете Там такие сложные, на самом деле, вопросы. Я как раз красиво находилась. Анна? Я тут подумал, вот так будет правильно. Я понял, что так и не услышал твой ответ вчера. Джимар, подожди. Что? Что ты не так сказал? Нет. Просто мне никогда в жизни не дарили цветы. Шутишь? Это так приятно. Ты достойна всех цветов в мире. Прошу, будь моей женой. Я… Я согласна. Мам, ну, давай скорую вызовем. Была скорая. И что сказали? Сказали, что недолго осталось. Ходить вот совсем не могу. Мам, ну, как же так? Ты же вчера-то еще бегала, ну… все нервы, сынок. Прошу. Вернись домой. Мам, нужно лечиться в больнице. Я найду тебе врача. Нет смысла. Прошу. Прошу тебе об одном. Встретиться хочу с Аней, с Верочкой. Последний раз. Мам, ну, какой последний раз? Ты выздоровеешь. Слышишь? Выздоровеешь. Совершенно точно. Обещай. Обещай. Обещай мне, сынок, что поговоришь с Аней и вернешь их домой, как они там без нас… Слушайте, а почему так долго? Может, ей позвонить еще раз? Антон! Аня. Я укладывала нитку, у меня всего пару минут. Вот свидетельство о разводе. Спасибо большое. А к чему такая спешка? Нашла, что ли, кого уже? Я уезжаю в Турцию. Завтра утром. Буду разрабатывать робота-хирурга для клиники. Значит, все дело в этом врачишке, да? Его зовут Джемаль. И он любит меня и относится к Нике лучше, чем ты. Чего? А если я не разрешу вывозить Нику за границу? Антон, ты сам говорил, что не любишь меня. Что мы должны попробовать начать новую жизнь. Так зачем ты ведешь себя теперь, как твоя мама? Хорошо. Поступай, как считаешь нужно. Я все сделаю. Да, мама заболела и хотела видеть тебя, Нику. Я боюсь, что не успею. Но передавай ей мои пожелания скорейшего выздоровления. Пока. Я не понимаю. Ну, как ты мог их отпустить? Какая Турция? Там беднота, разруха. Мусульманская культура. Мам, ну, с ней же это доктор. Он вполне современный. И сказал, что любит ее. Вот именно. Мозги и запудрил. А если он с ними что-нибудь сделает? Дай-ка мне телефон, я поговорю. Что он может сделать? Мам, вопрос уже решен. Ты вот здесь поешь немножко, а мне надо отойти. Опять? А если мне плохо станет? Я в комнату. Мне позвонить надо. Анна, не переживай. Все будет хорошо. Дай. Молодец. Идем. Да. Спасибо. Айла, приготовьте, пожалуйста, большую гостевую комнату для двух важных персон. Хорошо, поняла. Интересно, что за гости? Наверное, по работе. Приедет, расскажет. Значит, обед праздничный делать? Куда уж праздничный. Вы каждый вечер нас, как в султанах, в корме. Ох. Эрсан все равно ничего не ест. Как жалко мальчика. Придет время, он все поймет. Какой бы он ни был, и что бы он ни говорил, он умом и характером в отца пошел. Совсем справится. Совсем справится. Сынок. не только ради себя. Как я мог на это повестись? Сынок, ты куда? Подожди, а! Стол накрыт, Махмуд Бэй. Здоровья твоим рукам, Тейзи. А вот и Эрсан Бэй спустился. Ммм, как вкусно пахнет. Пойдем есть. Эрсан, давай дождемся твоего отца, он будет с минуты на минуту. А вот и он. Отец. Вы как раз вовремя, доктор. Стол накрыт. А, Анна, заходите. Здравствуйте. Это Анна, моя пациентка из России. Занимается разработкой медицинских роботов. Анна и ее дочка Вероника будут жить с нами. Я, пожалуй, пойду. Аня, Эрсан тебя проводит в гостевую комнату. Покажи, что такое турецкое гостеприимство. Я именно так все себе и представляла. Аня, твой папа очень много о тебе рассказывал. Я даже привезла себе подарок. Сейчас. Тихо, тихо. 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 Сынок, я тебе всегда безоговорочно доверял. Но я сейчас хочу просто понять, что происходит. Это женщина с ребенком в нашем доме. Твоя пациентка. Это ей ты пересадил сердца Айши? Да, это она. Случайно в стиле судьба. Ты же знаешь, я никогда не смотрел на чужую женщину. И не изменял Айши. Но сейчас все поменялось. Мое сердце наполнило любовь. Я никогда не испытывал этого раньше. И не хочу упустить этот шанс. Воля твоя, сын мой. Воля твоя. Только я тебя очень прошу. Будь аккуратнее. Завтра наша соседка растрезвонит эту новость на всю округу. А я прошу твоей поддержки. А не понадобится помощь и понимание. Сделай это ради меня. Ладно, Сынок. Будь уверен. Анна, что случилось? Все хорошо. Я просто хотела подогреть смесь. Айрсан не показал тебе, где кухня? Он пока не очень разговорчивый. Все, не переживай. Со временем он полюбит тебя. Не стоит из-за этого переживать. Ах, да. Завтра перенесу кроватку. Отлично, спасибо. А тебе твоя комната нравится? Да, очень красивая. Если хочешь, мы можем купить квартиру поближе к центру. Айша всегда хотела жить в городе. Нет, мне тут очень нравится. Я даже чувствую, что это и мой дом. Спасибо большое за согласие быть со мной, любимая. Доброе утро, Анна. Доброе утро, Махмуд Бэй. Спасибо, что приняли у вас в доме. В Турции говорят, когда два человека счастливы, оставьте их в покое. Я вижу, как мой сын счастлив с тобой. Поэтому позволь и мне поблагодарить тебя. Хотите покормить? Да, с удовольствием. Ее зовут Вероника. Вероника. Или Ника. Ника. Победа, победа. Захарь. Послушай, ага. Это ребенок Джамаля. Нет, но он очень заботится о дочке. Джамаль! 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 Аллах всемилостивый. Я до последнего надеялась, что это неправда. Как можно? О, небеса! Как вы позволяете свершаться таким грехам на земле? Что случилось, Малекия? Что случилось? Ты врываешься в мой дом, сыплешь оскорблениями. Это не делает тебе чести. Ты, русская ведьма, ты украла сердце моей дочери, а теперь взялась за ее семью, будь ты проклята. Ты и твое исчадие. Элика! Я не буду терпеть оскорбления в адрес Анны и ее ребенка. Так это правда. Ты, Джамаль Лилтис, изверг, которому я доверила свою дочь. Ты убил ее ради своей любовницы. Твои обвинения не имеют никаких оснований. Сколько раз повторить, чтобы ты оставила нас в покое? Я тебе этого не прощу никогда, слышишь? От вас отвернутся все родственники. Ты потеряешь все. А ты, ведьма, пока не поздно возвращайся туда, откуда приехала. Хватит, Малекия! Хватит! Тебе сейчас столько яда, что ты сама им захлебнешь сейчас. Пошла против моего дома и больше никогда здесь не появляйся. Я этого так не оставлю! Пошла вон! Вон! Не переживай. Эта женщина нам не навредит. Прости, пробки. Ничего страшного. Я спешила. Я скучала. Я тоже. Спасибо, мои любимые. Ну как ты? Когда экзамен? Через час. Почему мы не встретились после? Знаешь, я не могу настроиться. Что? Что такое? Что случилось? Представляешь, мать звонила. Сказала, что снова попал в больницу. Уже не знает, что придумать. Как можно до такого опуститься? Антош, я понимаю, тебе сейчас сложно. Но прямо сейчас самое важное – твой экзамен. Это же твоя мечта, и это самое главное. Но если мама правда писала из больницы, то, по крайней мере, она в безопасности, да? И ты позже со всем разберешься. Ты моя радость. Да. К вам гости. Антоша приехал. Здравствуйте. Здравствуйте. Это все мне? До вашего сына мы дозвониться не смогли. Может быть, кому-нибудь еще из близких сообщить? Врач сказал, что уже через день нет, у меня никого не из близких. Уже так хочется домой. Костя, как хорошо, что ты заехал. Как вы там, как девочки, как Лера, как Инна? Все тебе привет передавали. На выходные все вместе привет. Конечно, приезжайте. Вот как я буду рада. Не трогайте! Это мамина! Прости, Янь, не знала. Дверь была открыта, мне стало интересно. И я решила зайти посмотреть. Зачем ты вообще сюда приехала? Ирсан, я понимаю, тебе больно и страшно. И ты очень скучаешь по своей маме, но я люблю твоего отца. Нет! Ты не можешь его любить! Его любила мама! Уходи отсюда! Ирсан! Ирсан! Господин Илдес. Ты еще не в операционной? Да, уже иду. Просто хотел сказать, что пока вас не было, инвестор звонил. По какому поводу? Дело в том, что ему звонила Мелика. Эта медуза Гаргона протянула и сюда свои щупальцы. Что ж ты будешь делать? Он хотел узнать, как прошла операция. Но я заверил его, что все прошло по закону и... Постой. Ты тоже сомневаешься, Али? Нет, ни в коем случае. Просто это совпадение, оно показалось таким... Подозрительным. Али, ни ты, ни я не знали, что так произойдет. Согласен. Я привез Анну сюда. К себе домой. Я люблю ее. Ты тоже влюблен, Али? Что, я? Ширин прекрасная девушка. Я полностью одобряю твой выбор. Да я... Она даже не смотрит на меня. А мне кажется, у вас это взаимно. Я распорядился в бухгалтерии о повышении твоего жалования. Ты теперь ведущий хирург клиники. Надеюсь, хватит и на свадьбу, и на семью. Доктор Джумаль. Тебя ждут в операционной. Не теряй контроль. Хорошо. Пойдите. Анна, я хотел спросить, может быть, тебе чего-нибудь нужно? Да, я хотела сходить в магазин. Что вы будете на обед? У нас в округе нет магазинов, только рынок. Ну, хорошо, тогда мы с Вероникой прогуляемся туда. Анна, простите, но у нас тут не принято. Так, я вас провожу. А, конечно, спасибо. А что это такое? Это чертежи будущих деталей для робота Джемаля. С его помощью Джемаль сможет оперировать удаленно, программируя операции на компьютере. Стало быть, вы знаете о его болезни. Да. Я жду вас внизу. Хорошо. Да, прошел. С первого раза. Представляешь, без вопросов. Через неделю первый полет. Антон! Свет, я перезвоню. Как вы знали, Гея? Кое-какие связи у меня есть. И что вам надо? Я тебе звонил. Мать в больнице. Владимир Игнатьевич, ну хватит. Я уже слышал это много раз. А про мальчика Иволков притчи тоже слышал? Я давал ей шанс. Она им не воспользовалась. Теперь я живу своей жизнью. Да ты должен жить своей жизнью. А твоя мать останется твоей матерью. Спасибо за совет. Будь добр, сынок. Собери овощей для чабланы и долмы. Не могу нечем помочь господин Махмур. Сегодня одолелась. Ничего нет. Пойдем. Пойдем. Наверное, я ее зря пришла. Ничего, что-нибудь найдем. Махмуд, бей. Мое почтение. Не сочтите за бездактность. Здесь кое-что для обеда. Возьмите, пожалуйста. Что ты? Не стоит. Я прошу. Ваш сын спас мне жизнь. Позвольте я это благодарить. Спасибо. Не обижайтесь. Турецкий народ добрый, но суеверный. Если на кого проклятие наслали, и объявлено о том было, они просто боятся за свою жизнь. Я не верю в суеверие. Правильно делаете. Я тоже. Вам было уехать пока отсюда. Не дадут вам местной спокойной жизни. Спасибо за заботу, Ангар-Бей. Наши с тобой отцы вот здесь, на этой земле, свои дома строили. Свою любовь и душу вот в эту землю вкладывали. Нас от проклятия эта земля и убережет. Твоя мудрость целевлям, охота. Удачи вам. Али, ты как? Хорошо. А ведь у тебя какой-то взволнованный. Да, просто Джамаль сказал, что зарплату повышает. Вот уж новость, чтобы волноваться. Не знаешь, что ли, куда деньги потратить? Как куда? На жену. Ей тоже это счастливится. Доктор. Эрсан, подойди, пожалуйста. Анна хотела с тобой поговорить. Я всего лишь хотела спросить, что тебе приготовить на обед. Что ты любишь? Я любила, когда мама готовила. Повезло тебе. Моих родителей не стало, когда я была совсем маленькая. Так и не узнала, какая на вкус мамина еда. Давай помогу. Не переживай. Ты честная, добрая. Твоя любовь растопит его сердце. Пойдем. А я ведь думала, что уже не выберусь. Так и расстанемся, не попрощавшись. Мам, сказали, что кризис миновал. Динамика положительная. Скоро можно будет возвращаться домой. Так ведь нет мне никакого дома. Мама, раньше как было, ты, я, Верочка, а теперь только пустые стены. Мам. Только. Ты прости меня, сынок. Я была плохой матерью. Мам, заканчивай. А ты вот взял и пришел. Спасибо тебе. Мам, это Света настояла. Света? Моя новая женщина. Мы любим друг друга. Света. Здравствуйте. Здрасте. А вы были замужем, Света? Нет. Квартира у нас есть? Да. Мам, мама, я вижу, что тебе уже лучше. Мы пойдем. Так как же, вы же только пришли. Нам пора, мама. Тебе Сверидов скоро заедет. Мам, присмотрелась бы ты к нему. Он же всю жизнь рядом с тобой. До свидания. До свидания. Света. Света. О, вы как будто родились в Турции. В последнее время мне тоже так кажется. Пойду позову Арсана. Какой-то неизвестный номер. Алло. Привет, Али. Конечно, помню. Что случилось? Как? Поняла, спасибо. Что-то с Джималем? Али говорит, Джимали арестовали. Это Мелика, и она грозится судом. Я знаю, что ей надо. Мелика, нам надо поговорить. Махмуд, на нашей последней встрече ты выгнал меня с угрозами. Зачем же мне с тобой теперь говорить? Хватит, Мелика, хватит. Это по твоей воле моего сына забрало Полит. Я предупреждала, что пойду до конца. Чего ты хочешь? Все того же. Отдайте мне Арсана, и вы проводите русскую прочность с Турцией. Тогда вы заберете заявление? Дважды я повторять не буду. Хорошо, Мелика, хорошо. Будь по-твоему. Ты можешь приехать за Арсаном. Аня, ты главный Арсан. С остальным мы разберемся. Куда поставить? На какая теперь разница? Да не убивайся ты так. Жизнь на этом не заканчивается. Никакой жизни, Володя, у меня нет. Ничего больше не хочу. Все образуется. Ладно. Мне пора. Подожди. А ты что, даже на ужин не останешься? Поздно уже. Завтра на работу, Ролян. Ну, посмотри, у меня в доме места полно. Оставайся на ночь. Ну, зачем тебе ехать через весь город? Ну, правда. Не знаю даже. Ужин приготовлю. Картошка закончилась. Мясо свежего нужно купить. Я скажу. А ты какую картошку любишь? Пюре или с лучиком пожарить? Что приготовишь, что ему надо? Милая, прости меня. Я тоже не хочу уезжать. Но так будет лучше. Любимый, знаю, что поступаю правильно. Робот почти готов. Скоро вышлю инструкции, и ты сможешь начать испытание. То-то я думаю, что слишком быстро ты согласился. Хитрости тебе не занимать. Где он? Говори. Клянусь, я не знаю. Эр-сан! Эр-сан! Нет здесь Эр-сана. Где он? Что ты пристала? Я тебе сказал, Меликан, я не знаю. Где мой внук, скажи? Я не знаю. Что происходит? Эр-сан пропал. Даже не пытайтесь разыгрывать этот спектакль. Я его все равно найду. Он мой ребенок. Клинок. Клинок, он исчез. Что? Я на день рождения Эр-сану подарил клинок силу нашей семьи. Его здесь нет. Он здесь был, на этой тумбочке. Надо звонить в полицию. Еще чего? Там работает муж моей родственницы. Что она подумает, когда узнает, что мы не уследили за ребенком? Даже сейчас слухи тебе важнее внука? Где это? Это утес возле газипаши. Нам надо ехать туда. С чего ты взяла, что он там? Я не знаю, я... Чувствую. Поехали. Я только соберу Веронику. Кажется, где-то здесь. А где? Где он? И что? Что ты там чувствовала? Где Эр-сан? Здесь нету Эр-сана. Нету его. Эр-сан! Эр-сан, где ты? Это его? Да, точно его. Эр-сан, Олах, что с нашим мальчиком? Где наш мальчик? Знаешь, что он был здесь. Куда ведет эта тропинка? Вниз. Но туда машина не проедет. Я пойду пешком. Махмуд, бы и присмотрите за Вероникой. Хорошо, Аня. Хорошо, Аня. Сколько же все-таки в тебе яда, а? Держи язык за зубами. Пока эта девочка рядом со мной, я буду ее охранять как родную. Учти это. Субтитры создавал DimaTorzok Эр-сан! Мама? Эр-сан! Мама! Мама! Не подходите! Эр-сан, выслушай меня. Как вы сюда попали? Я знала. Я знала вот здесь. Я не твоя мама, и никогда я не буду. Но в моей груди бьется ее сердце, оно чувствуется. Прошу тебя, пойдем вниз, тут опасно. Мелика и Махмуд ждут, несу. Сынок! Эр-сан! Эр-сан! Слава Аллаху, мой дорогой, Эр-Сат! Я приехала за тобой, Эр-Сат! Мой дорогой! Я приехала за тобой. Поедем домой, а? Эр-Сатим! Ты можешь сделать свой выбор, Эр-Сат. Мы все тебя поддержим. Если хочешь, я уеду. Только, пожалуйста, не нужно убегать. И не делай никому ничего плохого. Люби своего отца. Я чувствую, как твоя мать любила тебя и его. И она очень хотела, чтобы вы были счастливы. Пожалуйста, не расстраивай ее. Мальчика тебе удалось одурачить. Но не меня. Сейчас же уезжай из Турции. Мелике Ханым. А, очень вовремя. Экстрадируйте эту женщину в Россию. Она убийца. Мы должны арестовать вас. Что? Меня? Вы должны задержать его, но не меня. Оснований для обвинений господина Джемаля нет. Операция была проведена на законных основаниях. Экспертиза показала, что письмо Айше было подделано. Как это подделано? Этого не может быть. Да уберите руки! Что вы себе позволяете? Уберите! Мы допросили прислугу в вашем доме. Одна из них слышала ваш разговор с Айше по телефону. Вы предлагали отравить человека. А также косвенно признались в совершении преступления в прошлом. Одно из дел об отравлении вашей знакомой возвращено из архива. Да вы в своем уме? Я никуда не пойду! Снимите это сейчас же! Ты хоть знаешь, какие у меня связи в полиции? Мало тебе не покажется! Сними это! Я никуда не пойду! Отпусти меня! Эльсан! Там мы поехали! Субтитры подогнал «Симон» Айсан хорошо играет. Если Аллах позволит, будет музыкантом. В его комнате, правда, уже очень много музыкальных инструментов. Как сроднились. Как будто так было всегда. Как ты так угадала с подарками? Не знаю. Почувствовала. Скоро презентация. Не опоздаем? Да. Пойду собираться. Все аппараты прошли необходимые испытания и готовы к использованию. Накануне с помощью аппарата «Жемаль» была проведена первая операция по шунтированию на живом сердце. Показатели точности и скорости проведенной операции по сравнению с такой же операцией, проводимой человеком, на 40% выше. Это прорыв? Это только начало. Анна, это невероятно. И я в восторге. Примите мои поздравления. Спасибо. Извините. Ты принял лекарство? От боли уже ничего не осталось. Я решил не принимать вторую дозу. Точно? Не хочу рисковать. Ты уверен? Я же вижу, что ты грустишь. Просто подумал. Как было бы плохо, если бы мы не встретились. Ты сотворила чудо. Вчера, когда робот оперировал человека, я своим глазам не верил. Теперь кто угодно может оперировать, как я. И ты расстроился? Наоборот. Сбросить премию лучшего хирурга – это свобода. Теперь я, в первую очередь, просто мужчина. Я хочу заботиться о тебе и нашей семье. Твоя любовь спасла меня. Ты подарил мне жизнь. Самую счастливую жизнь на свете. Клинусь небом и землей, я всегда буду рядом. Всегда буду любить и оберегать тебя, Эрсану, Веронику и нашу семью, и нашего малыша. Субтитры создавал DimaTorzok